Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Те, кто там, те, кто здесь, приветствуем вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Как мы рады. Знаете, сегодня прям с утра, когда готовился тоже, молился, такое ощущение, что прям изнутри пошла такая радость. Такая просто неописуемая радость. Вот знаете, бывает такое очень-очень хорошее настроение. Знаете, как будто вот такое вот прям заходит, и оно прям проявляется, и тебе так хорошо, и ты понимаешь, что Бог, Он реальный, Он насущный. И вот прежде чем я буду проповедовать, да, в прошлый раз я говорил на тему, что плохо быть богатым для себя и тратить деньги на себя. Я сегодня к некоторым словам, что Бог хочет вам дать богатство этого мира, дать финансы, чтобы вы были богатыми на всякое доброе дело. Нужда есть, и вы восполнили ее сразу. Нужда там есть, вы восполнили ее. Чтобы Бог мог употреблять вас. Многие люди думают, что если у них есть деньги, деньги только на них. Может быть, Бог дает вам деньги. Вот знаете, как есть правители, цари. Бог дает им большую неограниченную власть. Но не для того, чтобы воровать для себя, а для того, чтобы мудро управлять этим богатством, и чтобы страна благоденствовала и хорошо жила. Так же и вам может Бог дать очень большие финансы, но чтобы вы были раздаятелем. Чтобы вы не скапливали у себя, чтобы вы не входили ни в какие строчки богатейших людей мира. Чтобы вы входили в строчки богатыми на всякое доброе дело. Понимаете? Доброе дело надо какое-то сделать, и у тебя нет ничего. И ты думаешь, как же тебе сделать? Как бы подешевле тебе это сделать? Какие варианты найти? Если ты богатый на доброе дело, ты пошел и просто приобрел лучшее. Помог кому-то. Там в церкви, людям нуждающимся. Поэтому будьте богатыми. Тот богач, про который я в прошлый раз проповедовал, он был эгоистом. Только на себя, о себе думал. Весь мир крутился вокруг него. И нищий умер у него, у его ворот дома. Даже не покормил его ни разу. Кинул бы хотя бы его в бутерброд. Нет. Жестокий мир, холодный мир. Поэтому я вам говорю, что богатство само по себе неплохо. Но Библия призывает нас богатеть в Бога. И если у вас есть финансы, это очень хорошо. Но чтобы они служили Богу и помогали людям. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Званные на пир». Пир – это большое угощение. Знаете, мудро отозваться и пойти на этот пир. И очень немудро с нашей стороны отказаться. По всяким причинам. На работе начальник сделал корпоратив. И в ресторане, в таком, один из лучших ресторанов, где очень большой ассортимент, всякого выбора, просто для рабочих сделал угощение. И знаете, что просто сложно прийти и просто общаться, кушать, наслаждаться? Это же здорово. Кто-то не пришел, у кого-то были свои дела, кому-то это не надо. И сегодня мы будем говорить не просто о физических вещах, а о физической пище, пир. Мы будем читать из Слова Божьего Матфея, 22 глава, 1 стих. Мы будем говорить на тему, очень важную тему, всей нашей жизни. Это вся наша жизнь. Это суть христианства. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». То есть царь, царь, сделал большой пир, брачный пир для своего сына. И послал рабов своих звать званых на брачный пир. Объясняю, пир – это угощение. Это где ты, как в ресторане. Это угощение, это веселье, это радость. Все, что вот как на свадьбе, если вы были, вы знаете, что там веселье. Там, если плачут, только по одной причине – от радости. И послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Послушайте, Бог сегодня, когда мы слышим проповедь Евангелия, да, человек, покайся. Мы должны понимать, что через покаяние человек приходит к Богу, и Бог хочет вернуть человека, который ушел из дома. И он зовет его, приходи ко мне, что люди не хотят идти. Почему людей сегодня мало в церкви? Очень мало людей в церкви. И почему очень много в торговых центрах ездишь и машину не можешь поставить, некуда поставить. В ночные клубы очереди. Очереди, если там я ездил кого встречать, ночью там пастора, ночью, я видел эти очереди, это вообще другой мир. Очереди в бары, в ночные клубы. Люди платят деньги. И смотрите, Бог приглашает человека сегодня в радость. Человек был сотворен в радости и для радости. Когда человек был с Богом, они радовались. И знаете, вот у нас есть такое, что есть хорошее настроение. У нас есть хорошее настроение, когда все классно, и как будто бы вообще нет ни одной проблемы, оно такое классно. Бывают такие дни, когда плохое настроение. Просто по какой-то причине. Но не всегда, не всегда же, знаешь, воскресенье, не всегда выходные. Приходит рутина, может быть, приходят какие-то заботы, какие-то новости к тебе. Вот, или у тебя голова заболела, или что-то произошло, или там по разным причинам. И мы не хотим плохого настроения в жизни. Мы хотим, чтобы всегда нам было хорошо. Мы даже не хотим, чтобы нам холодно было. Почему? Мы сразу отопление включаем. Мы оттеплее одеваемся. Мы хотим, чтобы нам было хорошо. И Бог также, Он хочет, чтобы нам было хорошо. И Он понимает, что земля, на которую мы приходим, временно пожить, она временная. И Он после этой временной земли хочет, чтобы нам было хорошо с Ним. И поэтому Он приглашает сегодня каждого, кто вы сейчас смотрите на Фейсбуке или в телевидении. Бог вас зовет, приглашает. Не на работу нанимает. Не для того, чтобы вы на небесах улицы подметали золотые. А чтобы вы покушали с Ним, порадовались с Ним. Он вас приглашает просто на праздник. И вы поймите, это не тот праздник, который закончился, и в понедельник тебе надо идти на работу. Там праздник не заканчивается на небесах. Там нет такого, что придет рутина, придет будни, придут проблемы, придет опять то, что тебе не нравится. Там будет радость. И Бог сегодня зовет. И вы знаете что? К моему удивлению, только некоторые отзываются. А где большинство? Бог же всех людей любит, вы поймите. Однажды я сказал своему отцу, я не буду ходить в свою церковь, мне было там скучно. Я был подростком, может, 14-15 лет, я не знаю. Мне было скучно. Я не имел там друзей. Мне было очень скучно. Все мои друзья были в мире. И мне там не нравилось. Я вообще не представлял себя верующим. Я не знал, кем я вообще вырос, то я ничего не планировал. Но Бог коснулся меня. Это самое важное. Бог коснулся. И теперь я иду в церковь с радостью. С радостью иду. Каждый раз иду. Почему? От чего произошла перемена? От того, что Бог коснулся моего сердца. Но я позволил это сделать. Я позволил, чтобы Бог коснулся моего сердца. Позвольте и вы, Бог, коснуться Богу ваше сердце. Вот вас Бог призывает. Вот вы можете где-то слышать. Вас зовут, если вы неверующий человек, да? И вас зовут. Приходи к Богу. Бог простит все твои грехи. Иди. Не думай. Иди. Тебя зовут. В радость. Тебя не просто зовут. Знаешь, слушай, поможешь переехать? Ты такой. Тебе ничего там не надо делать. Тебе надо просто явиться туда. Тебе надо прийти на брачный пир. Когда Бог тебя приглашает сегодня, говорит, покайся. Это не звучит так, что покайся, грешник несчастный. Это звучит так. Позволь моему сыну омыть тебя святой кровью, чтобы из тебя все грехи были смыты. Потому что место, в котором я живу, оно святое. Ты можешь туда войти только через кровь Иисуса Христа. Через Иисуса Христа мы получаем праведность. Это как белые одежды. И тебя Господь сегодня приглашает на небеса. Пойми. Время уходит, как песок сквозь пальцы. Ты понимаешь, что оно уходит. Но от осознания той мысли, что ты идешь в радость, тебе от этого не скучно, тебе от этого не грустно, а радостно. Ты говоришь, так как классно, что время уходит. Значит, что-то приближается потрясающее. Люди, которые не поняли, кто такой Бог. Люди, которые лично не встретились с Богом, для них смерть – это страх, это потеря. Они ничего не верят больше, как только вот в эту землю, жизнь на земле. Я не хочу терять это. Почему я должен терять это? Ты не должен это терять. Ты потеряешь, просто однажды потеряешь, и все. Сейчас не время. Но тебя Бог готовит к небесам, к радости. И тебя должен быть настрой. Послушайте, каждый рожденный свыше христианин имеет внутри себя свидетельство. Это такое свидетельство внутреннее. Уверенность, что я буду с Богом вечно в радости. А почему? От того, что я хороший или от чего? Нет. От того, что хороший Бог позаботился об этом. И до меня пришло приглашение, билет, виза. Все, все, готово. Я просто пришел и получил. Проблема многих людей, что они не получают свое спасение. Иисус умер за вас на кресте, а вы не хотите, вы не обращаете на это внимания. А мне-то что с этого? Ну, умер и умер, как бы. Я живу своей жизнью. Нет. У тебя нету своей жизни. Она у тебя на маленькое время дана, чтобы ты задумался. А что дальше? Знаете, почему многие люди делают ошибки, грехи? Они не дорожат своей жизнью. Преступления разные делают. Потому что они думают о будущем, о последствии. Они не видят. От них сокрыто будущее. Почему, например, родители детям говорят, не будешь учиться, будешь полымести или что-то еще. Вот учись. Почему? Потому что сами родители видят теперь. Понимаете? Они уже прожили какой-то отрезок жизни. Они видят, у них появляется мудрость. И они детям наперед говорят. Вот слушай, ты сейчас не делаешь уроки, а тебе это потом так пригодилось бы в будущем. А ты не делаешь уроки. Ты просто сидишь, играешь в телефон. Тратишь свое время. А тебе развиваться надо. Тебе надо готовиться к взрослой жизни. Тебе потом будет дана ответственность. Может быть, тебе такая большая ответственность. Может быть, много людей будет находиться под твоей властью, под твоей ответственностью. Ты сидишь такой маленький, даже не знаешь об этом. Играешь в телефон и все, не задумываешься. А тебе стоит, если ты взрослый человек, тебе стоит подумать о своем будущем. Стоит. Господь в 4 стихе, Матфея 22,4, опять говорит. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото и все готово. Приходите на брачный пир. Вы слышите один раз, приходи к Богу. Ты говоришь, нет. Потом ты слышишь второй раз, приходи к Богу. Иди в церковь, приходи к Богу. Ты говоришь, я там, у меня сейчас там, у меня там сейчас вот это, у меня сейчас вот то. Ты понимаешь, что надо, но ты почему-то уворачиваешься. Как уж. Пятый стих. Но они пренебрегши то. Смотрите, их звали, но они не обратили внимания. Пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Представьте, это время, тебя Бог позвал. Ты пошел на поле, ты пошел работать или пошел торговать. Тебя Бог к себе зовет, к себе. Вы поймите, что всех людей зовет. И люди делают что? Не обращают внимания на это. Они ненормальные. Евангелие проповедуют. Так Евангелие переводится радостная весть. Вот как переводится Евангелие об Иисусе Христе. Иисус, сам Иисус. И есть эта радостная новость. Он умер за тебя, воскрес для тебя. Тебе только Он может помочь. Ты не хочешь этого слышать. Первый раз тебя зовут, ты отказываешься. Второй раз зовут, отказываешься. Послушай, от чего ты отказываешься? От радости. Ты выбираешь себе такое место, которое не было создано для людей. Я точно говорю. Это место, которое ты выбираешь, отказываешься от Бога. Ты выбираешь. Это место не человеческое. Это место было специально Богом сделано для падших ангелов, которые взбунтовались на небе. И ты туда к ним идешь. Зачем? Зачем? Тебя зовут на пир. Тебя зовут на праздник. Все, что тебе нужно, это осознать и прийти. И вот вы просто представьте, они пошли. Кто на поле свое, кто на торговлю свою. Наплевать было и начихать на приглашение. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их. И сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир. Вот тебя зовут, и ты не идёшь. А потом такие вопросы. Почему людей мало в церкви? Почему людей мало в церкви? Я тебе задаю вопрос, почему тебя нету в церкви? Вот почему мало. Потому что кто на поле своём, кто на торговле своей. У кого дела, у кого там одно, у кого дорога, у кого третья. И смотрите, и рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Если ты откажешься, всегда есть те, кто примут. Всегда. Вот давайте зададим вопрос, какие веские причины у людей сегодня, да? Чтобы отказаться от пира, от великой радости. Какие причины? Например, там работа, там торговля, хобби, я не знаю. Что ещё? Просто ты отказываешься. И ты это делаешь осознанно. Ты отказываешься осознанно. То есть ты выбираешь себе вместо Бога, ты выбираешь себе другое. Послушай, такого не может быть, чтобы ты случайно сейчас слушал. Случайно от кого-то где-то услышал о Боге. Это не случайно, поверь. Это притча. Она говорит о тех людях, которые ещё не с Богом. И Бог находит пути и посылает свои весточки, посылает своих людей, чтобы они шли и рассказали. Знаешь, приходи к Богу. Это такая радость. И я вам точно говорю, я точно свидетельствую. Я вот с Богом уже сколько, не знаю, 22, нет, 23, может, 23 года, когда уже сознательно веровал и последовал за Богом. И я не разочарован в Боге. И я не могу сказать, что Бог мне что-то плохое сделал. Бог уничтожил меня как личность. Бог меня там постоянно наполняет каким-то страхом, наполняет меня какими-то болями. Я скажу, что я счастливый человек, что в 17 лет я уверовал и последовался Богом. Я счастливый человек. И я благодарю Бога. И мне страшно представить, чтобы если бы я сказал нет. Я мог сказать в этот момент, когда внутри меня Бог касался. И я знал, это не был человек, это был прямо Бог. И Он касался меня и звал к себе. И у меня такие мысли шли. Зачем я это сделаю? Зачем этот весь театр? Зачем мне не получится ничего? Я буду таким, каким и был. Ничего не изменится. Дьявол говорил в моей голове. Но я принял решение. Бог помог мне это решение принять. И что в этот момент? Я принял приглашение идти на брачный пир. Я иду на брачный пир. Я иду на брак Агнца и церкви. На восхищение. Хочешь ли ты идти? Иди со мной. Пойдемте вместе. Потому что Бог, Он как бы и коллективно всех призывает, но каждый принимает индивидуально это приглашение. Потому что коллективно можно слышать, но все по-разному отзываются. Отозвалось ли твое сердце сегодня? Вы поймите, что религия, ты никогда не увидишь там радости. Ты никогда не увидишь в религии радости. Ты увидишь там печаль. А в христианстве ты увидишь всегда радость. Всегда радость. В Библии написано, что радовались они. Всегда они радовались, что Божье Царство – это праведность, мир и радость. Радость. Тебя Бог призывает с этой грешной земли в радость. На пир, на брачный пир. И ты тот, кто отказываешься. Я хочу, чтобы ты еще раз подумал, от чего ты отказываешься. И как потом ты будешь жалеть. Как ты будешь жалеть, а изменить ничего нельзя будет. Твоя подпись стоит. Отказываюсь. Тебе подошел какой-то, может быть, странный человек и начал говорить о Боге. Такой, иди отсюда. Ты чего такой странный ко мне подошел? Ты отказался от приглашения? Какая разница, как выглядит почтальон? Важно послание, что Богу не все равно до тебя. И он нашел человека, через которого он передает тебе это приглашение. А ты смотришь на почтальона. На почтальона не смотри. Ты смотри на послание, которое он тебе дает. Всем нужно. Всем нужно явиться на небеса, к Богу. Это то, для чего я здесь стою и много лет говорю. Чтобы все люди, которые слышат, чтобы никто не попал вниз, а все пошли наверх. Все пошли наверх. И это радость. Это радость. И вы такие думаете, ну это еще не скоро будет. С чего ты взял, что не скоро будет? Посмотри, как твоя жизнь уже пролетела. Она уже пролетела. И ты уже понимаешь там, песочка немножко осталась совсем. Ты уже понимаешь, все, он сыпется, сыпется. Ты раньше, когда было много, думаешь, ааа, время навалом, вся жизнь впереди. А сейчас понимаешь, песочка так мало осталась. И теперь ты понимаешь, что только вечная жизнь вся впереди. И радостная жизнь. Позволь Богу тебя спасти. Позволь Богу. Он не будет за тобой бегать. Он как бы тебе напоминает, что он тебя ждет. Он тебе сообщает. Но он не будет бегать за тобой. Потому что по доброй воле туда приходит. Я ни разу не видел, что взяли, скрутили парня. Связали ему руки и пинками его на свадьбу. Пойдем с нами на свадьбу. Мы идем на свадьбу, и ты должен с нами идти. А он там, я не хочу. Не молчи, иди с нами на свадьбу. Такого нигде нет. Нету такого. Я иногда, может, придавливаю немножечко. Говорю, чтобы вы пошли на небеса. Потому что я так хочу, чтобы вы были счастливые. Но опять же, мы не можем вас арканом тащить. Мы не те ковбои, которые накидывают и тащат. А он не хочет. А нет, тебе надо на небо. Тебе надо на небо. Нет, позволь. У каждого человека есть свобода выбора. И Бог с этим смиряется. Бог понимает и позволяет тебе сделать роковую ошибку. Конечно, для него это каждый раз ужас. Когда человек выбирает ад. Для него это ужас. И для человека ужас, когда он прозревает. Прозри. Никогда ты попал в ад. Ты точно попадешь в ад, если ты без Иисуса? Точно. Сто процентов. Никто не поможет тебе. Никто не поможет тебе. Это на земле связи работали. Там не работают связи. Там сам Господь. Бог тебе не поможет. Никто. Потому что ты пропустил земную жизнь. Не прозри там. Там все прозревают. Там все понимают, что надо покаяться. Поздно. Прозри до. Благодарю Бога. И если ты прозрел, обязательно поблагодарю Бога. Обязательно. И расскажи об этом другим. Расскажи, что ты прозрел. Вот я честно говорю, я прозрел. Я прозрел. Слава Богу. Я не знаю, вообще в молодости, конечно, там головы нету, как говорится. Но каким-то образом Бог смог до меня донести эту информацию. Смог. Я благодарен Господу. И теперь я понимаю. Я верю всем сердцем. Я верю, что Бог очень добрый. Что Бог очень хороший. И Он так хочет накормить своих детей. Он хочет радость сделать. Он хочет, чтобы вы жили в нежности, в любви. Чтобы вам было не просто хорошо, а весьма хорошо. Чтобы эта радость увеличивалась. 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 Поэтому. Примите это приглашение. Отзовитесь. Скажите, вот я, Господь. Я иду к тебе. Я принимаю. Я согласен. Я каю свои греха. Я прошу, прости меня за все мои грехи. Иисус, омой меня своей кровью. Все. Ты на пути. Если ты призываешь Иисуса, ты уже на пути к Нему. Это такая глупость. Думать, что ты только живешь здесь на земле. А дальше будь как будет. Это самая большая глупость. Самая большая глупость. Я говорю, если люди заботятся об образовании. Для чего? Ну, чтобы потом нормально жить. Работать и нормальную зарплату получать. Если люди заботятся и набивают холодильник. Это они заботятся о будущем. Чтобы один день прожить, второй день прожить. Так, это я купил на завтрак. Это купил на обед, на ужин. Еще на пару дней вперед. Вот как человек заботится. Ой, как он себя любит. Больше надо себя любить. Надо душу полюбить. Позаботиться о душе. Тоже позаботься о своей душе. Прими Иисуса Христа. И ты будешь жить счастлив. Вот я, например, я понимаю, что я не пойду в ад. Я не пойду в ад. Почему? Потому что Иисус умер за меня. Я в это уверовал. Я принял Его. Как я могу пойти в ад, если меня Бог ведет на небеса? Конечно, всегда остается выбор за нами. Вдруг отказаться от Бога. Вдруг начать грешить, я не знаю, сорваться. Я не знаю, с чего. Но зачем? Вопрос, зачем? Что Бог не дает, что дает дьявол? Что? Он радости не дает? Еще какую дает? Он счастья не дает? Еще какое дает? Он ощущения не дает? Какие ощущения? Иногда ты такой радостный. Так хорошо тебе. Ты думаешь, Боже. Как классно. И все это без греха. Дорогой Господь.